Власти Венесуэлы несут ответственность за наихудший в истории страны кризис в области прав человека. Такой вывод сделала правозащитная организация Amnesty International. Свой отчёт она представила в Буэнос-Айресе. «Согласно официальным данным государственного министерства, в период с 2005 по июнь 2017 года в Венесуэле без суда и следствия казнили почти 8300 человек. Это огромное число. Получается, что 22% убийств в стране совершает государство». Amnesty International представила на презентации видеоролики, снятые венесуэльцами. На них люди рассказывают о том, как власти убивали их близких. Правозащитники называют такие убийства «внесудебными казнями». «Это казнь человека, который был невооружён и не представлял опасности для общества. Жертву убили выстрелом в грудь, шею или голову, в то время, когда она была беззащитна. Иными словами, человек лежал или стоял на коленях перед полицейским». Венесуэла находится под гнётом разрушительного экономического кризиса. Ситуация обострилась в 2014 году, когда упали мировые цены на нефть. А социалистическая система управления экономикой привела страну к гиперинфляции и дефициту товаров. Миллионы венесуэльцев недоедают, а сотни тысяч человек бегут за границу в поисках лучшей жизни. На неформальном саммите в Зальцбурге лидеры Евросоюза обсудили планы премьер-министра Великобритании Терезе Мэй по Брекситу. Однако их по-прежнему не устраивают предложенные условия, которые касаются будущего экономического сотрудничества и ситуации с границей между Ирландией и Северной Ирландией. «Предложения в их нынешнем виде неприемлемы, особенно в области экономики. Мы должны защищать единый торговый рынок и его согласованность, и не хотим уступать в этом вопросе». «Атмосфера переговоров была намного лучше, чем две или три недели назад. Но ирландский вопрос требует не просто добрых намерений. Нам нужны твёрдые и чёткие гарантии». Терезе Мэй предлагает установить единые торговые правила для Великобритании и Евросоюза. По её мнению, только это позволит разрешить ирландский вопрос. «Пока что не поступило никакого встречного предложения, которое отвечает нашим нуждам и уважает целостность Соединённого Королевства и результат референдума». Евросоюз хочет заключить соглашение с Великобританией по условиям Брексита уже к ноябрю. Если стороны не договорятся по главным вопросам, то председатель Европейского совета Дональд Туск соберёт неочередной саммит Евросоюза. Он может пройти в середине ноября. Канадский парламент единогласно проголосовал за то, чтобы назвать убийство мусульман Рахинджа в Мьянме геноцидом. Члены всех партий утвердили постановление, которое официально подтверждает результаты расследования ООН. Согласно представленным в прошлом месяце данным в мьянманском штате Рахайн, военные совершали массовые убийства и изнасилования. В докладе ООН также говорится, что все преступления совершались с целью геноцида и что к суду необходимо привлечь главнокомандующего армией Мьянмы и пятерых его генералов. «Решение, которое сегодня утвердили в Палате общин, очень важный шаг. Я очень благодарна этим парламентариям, а также канадцам, за то, что они выбрали этих парламентариев. Очень важно, что Канада признала преступление против Рахинджа геноцидом». Ситуация в штате Рахайн накалилась в августе прошлого года, когда правительственная армия начала там военную операцию. Причиной стали участившиеся нападения вооружённых группировок Рахинджа. С началом операции началось и массовое бегство Рахинджа в соседний Бангладеш. Как предполагается, число бежавших достигло 700 тысяч. Одновременно с голосованием в парламенте Канады генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал правительство Мьянмы освободить двух заключённых журналистов Рейтер. Недавно их приговорили к длительным срокам заключения по обвинению в обнародовании секретных материалов. Оба журналиста расследовали убийство в штате Рахайн. Ранее прокурор Международного уголовного суда сказала, что её офис начал предварительное расследование принудительных депортаций Рахинджа из Мьянмы в Бангладеш. Эти действия могут признать военными преступлениями или преступлениями против человечности. Социальным сетям Facebook и Twitter грозят санкции, если к концу года их пользовательские соглашения по использованию персональных данных не будут приведены в соответствие с правилами Евросоюза. «Немногие люди знают, что Facebook предоставляет их данные третьим лицам, или, например, о том, что он обладает авторским правом на фотографии или другой контент пользователей. Оно сохраняется даже после удаления учётной записи». По словам Еврокомиссара по правосудию и потребителям, такие действия нарушают правила ЕС по защите персональной информации. В то же время онлайн-платформа по краткосрочной аренде жилья Airbnb уже внесла необходимые изменения. Этого несколько месяцев назад потребовала Еврокомиссия. Раньше во время поиска на сайте не всегда выдавались прозрачные цены. Было сложно понять, кто сдаёт жильё – частный владелец или компания. Кроме того, потребителям не разъясняли их права. «Теперь потребители будут понимать, что могут использовать все доступные средства правовой защиты. Например, они имеют право подать в суд на хозяина, если им причинили вред или нанесли какие-то убытки». Между тем, представители Facebook говорят, что ранее уже внесли некоторые изменения в пользовательское соглашение и намерены и дальше сотрудничать с властями Евросоюза. Фарес Али живёт в бедной еминской деревне Махат, где из 200 жителей – 70 незрячие или слабовидящие. Он также слепой, но, несмотря на это, пытается устроить свою жизнь. Фарес изучает литературу в университете Лахджа. Ездить в город самостоятельно он не может, поэтому нанимает мотоцикл или автомобиль. «У меня постоянные трудности с транспортом и расходами на него. Иногда плачу 2000 риалов за машину или 1000 риалов за мотоцикл. Таким образом, я каждый день добираюсь до университета». Местные фермеры нанимают Фареса, чтобы он мог подзаработать. Но денег всё равно не хватает. Подобные проблемы здесь у многих мужчин и женщин. Работы нет, а слепота мешает заниматься сельским хозяйством. У Салеха – шесть незрячих братьев и сестёр. «Рядом сидит мой брат. Он ничего не видит. Он больной и слабый. О нём нужно заботиться». Причину повальной слепоты в деревне врачи объясняют генетическими изменениями из-за смешанных браков. В йеменских деревнях часто женятся двоюродные братья и сёстры. Причём длится это веками. Обычно младенцы рождаются зрячими, но через несколько месяцев многие слепнут. Лекарств от этого недуга нет. «В большинстве случаев эти люди полностью слепы. Но у некоторых зрение частично сохраняется. И в основном никакое лечение не помогает». Специалисты считают, что деревенским жителям нужно рассказывать о вреде смешанных браков. Однако последние три года страну раздирает гражданская война. И проводить разъяснительную работу в таких условиях невозможно. Австралия – самый засушливый континент мира. В год здесь выпадает в пять раз меньше осадков, чем в Африке. Местные фермеры борются за урожай в условиях постоянной угрозы засухи. «Дождей было мало, плотины пусты. Всё идёт к засухе». Теперь у фермеров штата Виктория есть план, разработанный с местным городским советом. Решить проблему могут сточные воды, которые каждый день миллионами литров выливают в море. Её хотят использовать для орошения. «Это будет подземный трубопровод. Когда люди узнают об этом источнике, им понравится». Прокладка трубопровода – проект дорогостоящий. Но в Австралии уже есть удачный пример повторного использования сточных вод. На юге страны, в штате Южная Австралия, инфраструктуру создали ещё 20 лет назад. «Нам поставляют чистую техническую воду, не из реки. Она доступна, и это стимул для инвестиций». В некоторых регионах континента нынешнее лето признали вторым самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Отсутствие дождей не только губит посевы, но и корм для скота. Подобные трубопроводы также хотят проложить в Сиднее и штате Квинсленд. Эти бразильские девушки пришли в лабораторию красоты в Рио-де-Жанейро не ради новой прически, а во имя науки. Специалисты тестируют на их волосах новые шампуни и бальзамы. «С этой стороны они больше вьются, а с этой они послушнее». Бразилия – единственная в мире страна, где можно найти все восемь типов волос – от прямых до завивающихся в мелкие упругие кудряшки. Для бразильянок уход за волосами – важная часть повседневной жизни. «Бразильцы – одни из самых требовательных покупателей и много знают о волосах. Местные климатические условия, такие как солнце и влажность, а также окрашивание и выпрямление с помощью специальных приборов – всё это вредит волосам». Специалисты постоянно разрабатывают новые формулы средств по уходу. Прежде чем оно поступит в продажу, его тщательно проверяют. Например, смотрят, способны ли средства выпрямлять волосы или сделать их более крепкими. «Мы растягиваем волосок до тех пор, пока он не перестанет сопротивляться и не разорвётся». Если положительного эффекта нет, средства отправляют на доработку. Иногда процесс затягивается на несколько месяцев. «Благодаря волосам добровольцев мы получаем отзывы о различных аспектах продукта, о его текстуре или воздействии». В Бразилии работают уже несколько подобных исследовательских лабораторий, поскольку рынок косметических средств для волос здесь очень большой. Эксперты говорят, что в этом году спрос увеличился ещё на 9%. С футбольным мячом и на каблуках. В негерийском городе Лагос впервые прошёл африканский чемпионат по футбольному фристайлу. Здесь спортсмены из более чем 20 стран континента продемонстрировали самые разные трюки в надежде завоевать титул победителя. Организаторы соревнований говорят, что подобные мероприятия полезны для молодёжи. Они могут развивать свои навыки и в будущем получать стабильный доход. «Мы создаём благоприятные условия для того, чтобы талантливая молодёжь имела стабильную жизнь. Поэтому в основном мы хотим помочь им развиться и стать знаменитыми. А люди и компании могли нанимать их для любых заданий». Победителем стал Абдул Кайдер Коун и Скотт Дивуара. В качестве награды он получил спортивный автомобиль, 3000 долларов США и полностью оплачиваемую поездку в Великобританию, чтобы выступить на матче Премьер-лиги. Футбольный фристайл – относительно новый вид спорта. Развиваться он начал в начале 2000-х годов. Главным толчком стало видео первого футбольного фристайлера Суфиана Тузани, снятого в 2003-м. Он продемонстрировал разные трюки, которые так всем понравились, что их стали повторять и классифицировать. Так сегодня в России практически во всех крупных городах есть школы футбольного фристайла. На Черном море в Грузии продолжают строить глубоководный порт Анаклия. Это один из важнейших инфраструктурных проектов страны. Международный порт соединит Европу с Азией с самым коротким маршрутом. При этом в него смогут заходить суда больших размеров. «Это беспрецедентный проект, потому что он откроет последние ворота между Азией и Европой для всех кораблей. 75% из них не могут войти в территориальные воды и порты Грузии». Глубина морского порта составит 20 метров. Здесь построят 32 причала общей длиной 12 километров. Пропускная способность порта составит 100 миллионов тонн груза в год. Это сопоставимо с портами Сингапура, Шанхая и Роттердама. Стоимость грандиозного проекта – 2,5 миллиарда долларов. «Порт Анаклия важен для экономического роста Грузии. Он позволит наилучшим образом использовать географическое положение страны и превратить её в логистический центр. У нас есть отличный доступ не только к рынкам Армении и Азербайджана, но и к Центральной Азии и Китаю». Авторы проекта говорят, что в первые 10 лет работы порт Анаклия принесёт в бюджет Грузии от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов. А через четверть века, когда будут завершены все этапы проекта, вклад в экономику страны достигнет 60 миллиардов долларов. Порт строят частные инвесторы. Но через полвека он станет государственным. Ожидается, что первые корабли войдут в Анаклию в 2020 году. Жить с двухметровым аллигатором. Для большинства людей это кошмарный сон. Но у француза Филипп Ажием два таких соседа. Зовут их Али и Гатор. Помимо них, в его доме на берегах реки Луары живут сотни других рептилий и членистоногих. Всего около 400. Среди них и ядовитые. Например, гремучие змеи и тарантулы. Жие собирал их несколько десятилетий. «Я считаю несправедливым относиться к этим животным так, как это принято у нас, потому что мы их не понимаем. Мы их ненавидим и считаем, что они ужасные». Жие провёл детство в Африке. Повзрослев, увлёкся охотой. Но потом в его мировоззрении произошёл перелом, и он стал защитником животных. Крокодилов он спас с кожевинной фермы. Остальных питомцев брал после того, как от них отказывались бывшие хозяева. Содержать такой зверинец непросто. Некоторым рептилиям свет нужен постоянно. Только за электроэнергию каждый месяц набегает по 2000 евро. «Сегодня дети не могут отличить ящерицу от покемонов. Посмотрите, это маленькая французская ящерица. Когда вся её агрессия ушла, она начала доверять людям». Теперь в доме Филиппа работает 20 волонтёров. Несколько раз в год они проводят специальные представления в торговых центрах по всей Франции. «Давайте научим наших детей не совершать те же глупые ошибки, которые сделали мы, взрослые, уничтожая и разрушая всё, чтобы разбогатить и иметь немного больше, чем все остальные. Давайте жить в гармонии с природой. Вот и всё, чего мы хотим». Жие говорит, что его соседи не возражают против таких питомцев и регулярно приходят к нему на кофе. Редактор субтитров А.Семкин